4.30, мы Дин. Если вы рядом, значит мы продолжаем вас вбудить хорошим настроением. Как выиграть? Как выиграть гранту 10 тысяч долларов США? Как найти американского инвестора, почти как продюсера, реально, знаешь, как найти продюсера, друзья? Да, так уж подарунки, подарунки, которые на вас ждут и спелкувания с гостем, которого звать Алладин. Алладин – счастливый, украинский стартапер, программист и рок-музикант. Засновник многих айтишных проектов. Среди остальных – Alarm New Track. Это додаток-будильник, который щоранку поднимает с лужка новым треком, подібранным за вкусом пользователя. Скажи, Алладин, сам ты какую музыку чаще больше всего любишь слушать? В основном музыка, которая мне нравится – это рок, электроника и все подряд. А какого стиля больше выбирают люди, которые пользуются твоим приложением? Самый популярный – это как раз электроника, потом рок, потом поп и туда дальше. То есть, смотрите, внимание, внимание, человечество вновь просыпается под электронику. Обалдеть. А какую электронику? Самая, как что там назвать? А вот у нас нет более подробного деления, поэтому люди слушают всю электронику, дальше они выбирают себе под настроение. Причем самое популярное настроение – 50-50. Из каких стран люди пользуются приложением больше всего? Пользуются больше всего у нас азиатские страны и США. Ты так часто взвертаешься сам до музыкальных додатков. Может, ты також сам музыкант, или нет? Так оно и есть. А ты на чем играешь? Я играю на ударной остановочке. На барабанах! На барабанах, да. Я играю в двух группах. У нас есть одна группа Fantastic Global Systems, другая группа Dropout. Обе играют рок. И в обоих я играю рок. На барабанах. А ты встыгаешь и стартаперской деятельностью, и музычностью. Это же не возможно. Это же постоянные репетиции, гастроли. Стартапы – это бизнес, а музыка – это душа, которая дает энергию делать эти стартапы. То есть, если говорить про бизнес, уже больше 10 додатков нам известно. А сколько, в итоге, ты заработал в додатках и стартапе? О, там больше трех десятков. Я уже не вспомню, сколько я их переделал. А какие из них стали успешными? Самый первый сайт, который был сделан еще в 2000 году. Я тогда жил в Кремроге. Тогда в Кремроге вообще было во всем городе 900 пользователей интернета. Мы тогда сделали портал Кривого Рога. Он зарабатывал у нас там 100 баксов в месяц. Мы, как студенты, там просто вне себя от счастья были. Какие стартапы не прошли? Какие нас интересовали и почему? И порады, что нужно сделать, чтобы сделать крок вперед и перейти до успеха? Поражений не существует. Есть просто та область, которую я не знаю. И, соответственно, если я ее не знаю, я получаю там не те результаты, которые я ожидаю. Я начинаю действовать в этой области, узнавать, и после этого происходит результат. То есть, помаляйся, но не остановиться. Теперь до успеха. Какий сейчас додаток, стартап тебе больше заводит? Наш новый сейчас стартап, который мы параллельно запустили, называется «Концерт Эксперт». Одразу живусь, правда? Он специально был создан для меня. И для таких же музыкантов, как я, чтобы можно было выступать, гастролировать, сколько твоей души влезет. То есть, у нас есть специальные люди, которые обзванивают, ищут специальные эти заведения, в которых есть постоянная потребность в новых музыкантах. Мы делаем опрос по анкете такой длинненькой, выводим эти все данные в базу. Вот у нас, допустим, по Киеву мы насобирали около 600 заведений. То есть, вы регистрируете артистов и находите им… Нет, наоборот. Мы регистрируем заведения, которые постоянно нужны музыкантам. И музыканты могут узнать, допустим, вот у меня там жанр, там, рок, поп или кто джаз. Куда я могу потрапить? Какие там… Какой гонорарий я могу получить? Если меня все условия устраивают, я отправляю заявку, сейчас это сервис бесплатный. А что до 10 тысяч баксов, ты отримал такие инвестиции, это правда? Это был приз от фонда «Сердьев Глобал», который финансируется правительством США. Они вкладывают, инвестируют в инновационные проекты. И вот там принимал участие, по-моему, больше 300 проектов, стартапов. И мне удалось каким-то божественным чудом победить. За який стартап? Вот перед NextMusicTV, который один из стартапов был, ялити.ком, который был радио независимой музыки. Вау! Поради, будь ласка, нашим молодым стартаперам, нашим глядачам. Как выбить такие гранди? Ну, во-первых, не надо бить. Чтобы выбить. Випрашивайте. То есть не бить и не выпрашивайте, а как? Зацикавливайте? Бизнес-инкубатер проводит в Киеве мастер-классы. И на этих мастер-классах были замечательные идеи, потому что, как пичить о своем продукте, как представлять его. Я эти все мастер-классы посещал, а потом хоп, и они пригодились мне вот на таком состязании, где я уже был подготовленный. Я уже перед этим и с инвесторами общался по вот этому, по этой презентации. И вот таким вот образом подготовленный, вся подготовленность вылилась. Спасибо большое. Было очень круто, приятно познакомиться. Мы уверены, что ты будешь продолжать удивлять и вдохновлять. А мы будем вдохновлять вас своими новостями. Например, о том, что первое слово каждого десятого британского младенца является планшет. Взяла, открыла все таемницы. Мы же должны были рассказать про это. Ну, доброе, тогда таемница та интрига. У скільки років потрапила на обкладинку журналів Пенетьєррі? Тогда я переведу значний вопрос, а такое утверждение. Итак, всего один легкий вопрос, целых два победителя, множество подарков. И интересные факты дальше вас ждут через час на М1. Музика Музика Субтитры создавал DimaTorzok